Всем привет, с вами Вундер и сегодня у нас на обзоре один из первых кораблей игры, а именно гордый крейсер Варяг. Как говорится, врагу не сдаётся наш гордый крейсер Варяг. Ну и соответственно старички игры меня поддержат, это корабль, где ПВО много не бывает. Итак, прежде чем мы начнём, у меня есть маленькое объявление. Итак, ребята, мы проводим розыкрыш на 5 кораблей из февральского боевого пропуска, а именно GS Mogami и 5 премиума на 30 дней вам на аккаунт. Условия достаточно простые, вы должны быть подписанными на наш YouTube канал и оставить под этим обзором любой комментарий с вашим игровым ID. Старт розыгрыша стартует соответственно в эту пятницу и закончится в следующую пятницу. Конкурс будет идти ровно неделю. Поэтому, ребята, желаю вам удачи для того, чтобы вы выиграли. Итак, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, ну а мы начинаем. Итак, ребята, прежде чем начать обзор на столь легендарный корабль, маленькая историческая справка. Всем привет вас, народ, с вами Ботаник Злот. Да-да, это видосик не по тундре, но тем не менее я здесь, чтобы рассказать вам небольшую историческую справочку по кораблю, а также описать его главное отличие от корабля в игре. Да-да-да, там есть шрифт, то, что они обязаны соответствовать действительности, но тем не менее разница есть большая. Итак, гвардейский орден Анахимова, ракетный крейсер «Боряк» был спущен на авто 28 августа 1983 года, а введен в эксплуатацию аж через 6 лет, только 25 декабря 1989 года. То есть прошло очень много времени перед тем, как его ввели в состав флота. Корабль большой, имеет водоизмещение в 11,5 тысяч тонн, а его длина достигает 187 метров, что очень немало. Развивает он максимальную скорость 32 узла, это тоже довольно неплохо для такого огромного корабля без атомной энергетической установки. А теперь самое главное отличие, и отличие это вооружение. Ведь, как вы помните, в игре у нас он вооружен по стоку ракетами Х-35 и каким-то там ПВО, я не помню уже, извините, точно какое. А по факту корабль был вооружен и до сих пор ходит с этим вооружением. Это 16 ракет, П-1000, Вулкан, 64 пусковых установки С-300Ф, Форд, это шахтное ПВО, как на том же Горшкове или еще на чем-нибудь, где оно есть. И две двухствольных зенитно-ракетных комплекса ОСА-МА. Также на корабле присутствуют два гранатомета РБУ-6000, и самое главное, чего не хватает ему в игре, это два пятитрубных торпедных аппарата 533 миллиметра. То есть те же физики или еще что-нибудь. Служба корабля началась в очень непростое время, когда шел распад Советского Союза, и в 1990 году, после выполнения боевых задач, корабль вошел в состав Тихоокеанского флота. В 1996 году был переименован Варяг и с того же года стал флагманом Тихоокеанского флота. И после этого у корабля началась очень обширная боевая служба. В 2008 году он закончил ремонт замены главной энергетической установки, а уже в 2009 вышел в море и посетил китайский порт Циндао. И по сей день корабль выполняет самые разные боевые задачи, как и походов, так и любых других. Как-то так. Всем спасибо. С вами был Ботаник Зло с небольшой коротенькой исторической справочкой о отличиями корабля. А теперь возвращаемся к обзору, который продолжит Вундер. И не забывайте про конкурс. Всем пока. Итак, ребята, это была кратенькая историческая справка. Ну что ж, давайте начнем разбор корабля. Итак, крейсер Варяг. Это у нас с вами доступен он с 15 уровня и 3 тира. Стоимость его приобретения в магазине за 12 миллионов 600 тысяч долларов игровой валюты, так сказать, игры. Итак, ребят, давайте, как обычно, пробежимся по его характеристикам. Ну что ж, фу, и характеристики вы сейчас видите на экране. Я же даю вам время для того, чтобы вы с ними ознакомились. Ну и пока ознакомливайтесь, скажу пару слов о данных характеристиках. Что касательно прочности, в принципе, очень прочный корабль. Скорость очень даже на высоте. Маневренность тоже выше среднего. Поэтому данный корабль очень даже неплох, даже на сегодняшний момент. Ну что ж, что касательно характеристик, мы с вами прошлись. Давайте непосредственно перейдем к вооружению корабля. Итак, ребята, что касается его вооружения. Имеется ракетная шахта, одиночная, но сдвоенная. Изначальное, ну, все изначальное вооружение вы сейчас видите на экране. Я же просто перечисляю то, что у него есть. Итак, следующий свод у нас с вами под артиллерийское орудие. Изначально будет стоять АК-130, 130-мм орудие. Он, этот свод, одинарный, то есть одно орудие. Также имеются гранатометы в количестве двух штук в одном своде. И, наконец-то, то, ради чего, собственно говоря, мы и собрались. Это и ПВО данного корабля. Первая точка. Первый свод. Это у нас сдвоенный свод. Соответственно, как вы видите, будет стоять Каштан-М. Следующий свод, он счетверенный, также будет стоять Каштан. Ну и последний свод, он сдвоенный, будет стоять М-22 Ураган. Ну и последний свод у нас с вооружением, это вертолет К-58 Черный Призрак. Ну и стандартные своды под камуфляж и под флаг вашей стороны. Ребят, прежде чем мы перейдем непосредственно в бой, для вас пройдет буквально мгновение, для меня же некоторое время, для того, чтобы я поменял вооружение на данном корабле. Ну что ж, ребята, вооружение поменял, для вас прошло буквально мгновение, для меня некоторые две минуты. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за известное место, а пойдем в бой. Ну что ж, ребята, что можно сказать про данный корабль? Корабль достаточно быстрый и, в принципе, маневренный. Что касательно его вооружения, здесь, ребята, нужно подбирать вооружение, как по мне, очень аккуратно. Что касательно ракетного вооружения, если поставить обычные ракеты, которые одинарные, то есть за один выстрел у вас вылетает одна ракета, то две ракеты для нынешних кораблей с таким большим количеством и на любой вкус, так сказать, ПВО, ракеты могут не пройти. Поэтому желательно ставить ракеты, к примеру, как у меня сейчас стоят, Брамосы, которые, соответственно, вылетают за раз по две штуки. То есть увеличиваем свою огневую ракетную мощь. Что касательно орудия, здесь, собственно говоря, ребята, кому как удобно. Ну, для меня это стандарт является монарх. Я его везде ставлю. Почему? Потому что я привык к данному орудию и, соответственно, ну, жить не могу вообще без него. Ну и, соответственно, коль попал с этой пушки, то, соответственно, врагу не поздоровится. Что касательно РБУ, ребята, так как на данном корабле отсутствует торпедное вооружение, то борьбы против вражеских подводных лодок у вас тут, считай, что нету. То есть торпедами не покидаешься и, соответственно, с вражеской подводной лодкой, особенно с такими новыми подводными лодками, как SMX-31 или же 0.96, вы просто-напросто не сможете. Так, давайте еще разок в бой зайдем. Ну, информации по кораблю много, поэтому еще раз в бой. Ну что ж, ребята, возвращаясь к теме насчет РБУ, соответственно, советую вам ставить на данный корабль РБУ, который работает по подводным лодкам и, соответственно, по вражеским торпедам, ибо потому что больше никакой защиты у вас от всего этого добра, а именно от вражеских торпед и подводных лодок, увы, нет. Ну, если, конечно, вы не поставите ракеты, которые работают по подводным лодкам. Но, опять же, против торпед нужно иметь какое-то вооружение. По вертолету, ребята, здесь у кого какой кошелек и у кого какие предпочтения, так сказать, к заводу-изготовителю. Так, фуф, высказал информацию. Ну, я так чувствую, что попал я в очень хорошее прям место, так как на меня прям начали... А, ну я, в общем, ну, здесь наши полномочия как бы все. Ибо потому что я попал в самое пекло. Ну, а потом мне говорят, а где же твой скилл? И как тут вообще, ну, вот, как бы на этом... Все. Ну что ж, ребята, давайте незамедлительно перейдем к вердикту данного корабля. Итак, ребята, по его характеристикам, в принципе, очень даже неплохой корабль. Имеется, в принципе, хорошая скорость и неплохая маневренность. Что касательно прочности, то здесь это дорого-богато. Что касательно его вооружения, ребята, есть некоторые нюансы перед покупкой данного корабля. А именно, к ракетному вооружению, так как одна шахта и то сдвоенная. Но, опять же, две ракеты в залпе. Желательно вот такие ставить. Две-три ракеты. Если поставили одиночные ракеты, ребята, не удивляйтесь, если данные ракеты просто-напросто не пройдут вражеское ПВО. Ну, или же придется жертвовать для того, чтобы ставить те же самые ракеты, которые будут работать не только по подводным целям, но и по надводным целям, но и также будут работать по подводным целям. Это, опять же, что касательно защиты вашего корабля. Что касательно орудия, здесь все понятно. Кому как удобно и у кого какие предпочтения. Ну и, соответственно, кошелек. Насчет РБУ, ребята, желательно ставить РБУ, который работает по вражеским торпедам и подводным лодкам, находящимся под водой. Но, опять же, ребята, это все на ваше усмотрение. Что касательно ПВО, ребят, итого, 8 точек ПВО. Ну, это просто гуляй не хочу. Тем более, три свота, два из которых сдвоенный и один щетвереный. То есть, на ваш вкус, на ваш цвет, на ваш кошелек. Ребята, пожалуйста, любая сборка, ваша фантазия просто здесь не имеет границ. Как говорится, ПВО много не бывает. Ну и стандартный слот под вертолеты. Здесь отдаю предпочтение вертолетам, которые имеют хоть какое-то, но маломальские торпедное вооружение. Опять же, ребята, здесь все на ваш вкус. Ну что ж, в принципе, корабль вышел, так сказать, наш старичок, очень даже неплохой. Для игроков, кто только что начал играть, этот корабль зайдет на ура. Те старички, которые, как я, давно играют с выхода игры в релиз, те, соответственно, скажут, что раньше эти корабли вообще можно было встречать в паре с авианосцем, потому что его ПВО данного корабля всегда прикрывало авианосец. Ну и, в принципе, воевать один на один с данным кораблем было очень даже тяжко из-за его ПВО. Ну что ж, ребята, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем пока.